Всем привет! Как нам всем и хорошо известно, в сфере услуг существует множество процессов, которые отнимают уйму времени как у администраторов, так и у владельцев бизнеса. Это прием звонков, запись клиентов, введение графика работы сотрудников, введение календаря записи, обзвон клиентов с целью напомнить о предстоящем визите. Ну и с целью того, чтобы автоматизировать все эти процессы и упростить вообще управление бизнесом, Яндекс в конце 2020 года представил новый сервис, который так и называется Яндекс.Бизнес, который призван как раз-таки помочь оптимизировать все эти процессы, которыми мы сталкиваемся изо дня в день. Мы как пользователи для поиска организаций используем карты для того, чтобы проложить маршрут наиболее короткий, посмотреть адрес, позвонить в компанию или же забронировать столик на вечер. Но, как ни странно, не все предприниматели используют данные сервисы, не все регистрируют в подобных сервисах своей компании. Меня зовут Алена Полихович, и сегодня мы с вами рассмотрим сервис Яндекс.Мой Бизнес, Яндекс.Карты, как с этим работать, как зарегистрироваться там и зачем это нужно именно вам. Ну а если вы не смотрели мой предыдущий ролик про Google Мой Бизнес, то я рекомендую обязательно его к просмотру. Зачем вообще добавляться в Яндекс.Карты, спросите вы? Да, потому что это один из самых эффективных способов привлечения потенциальных клиентов, ну и в целом трафика на сайт, потому что пользователи смогут там найти интересующие их товары, услуги, ознакомиться с контактной информацией, узнать ваш адрес, ну и, конечно же, почитать отзывы. На самом деле метка на карте, она решает колоссальные задачи. Это облегчение поиска вашей организации, это повышение вашей узнаваемости, это привлечение новых потенциальных клиентов. Также это, конечно же, обратная связь между вашими клиентами и вами в виде отзывов. Ну и, конечно же, это дополнительная реклама на поиски в Яндексе, а также в навигаторе. Ну и, конечно же, вы получаете целевой трафик на сайт, помимо того, что привлекаете новых потенциальных клиентов. В свою очередь, Яндекс.Бизнес – это сервис, который построен на работе с карточками организации и рекламе, то есть рекламе в картах или же навигаторе. Раньше, кстати, Яндекс.Бизнес и Яндекс.Справочник – это были абсолютно два разных сервиса, но сейчас весь их функционал умещается в одном месте – это в Яндекс.Бизнесе. Через него можно подключить свою компанию к основным сервисам Яндекса. Это Яндекс.Новости, карты, еда, кью и так далее, и множество других сервисов. После регистрации в Яндекс.Бизнесе, ваша компания автоматически начнет показываться в Яндекс.Картах, и у вас откроется ряд дополнительных возможностей. Во-первых, вы сможете делиться своими фотографиями, а во-вторых, вы сможете извещать аудиторию вашу о каких-то важных событиях или новостях. Ну, например, у вас открывается новый филиал. Вы сможете об этом рассказать и быть спокойными и уверенными в том, что ваши пользователи эту информацию точно будут знать. Также, конечно, вы сможете показывать свои товары, услуги, это само собой разумеющиеся. Ну и, конечно же, вы сможете добавлять информацию о способах оплаты, о среднем чеке, о том, сколько стоит тот или иной товар или же услуга. Также вы сможете предлагать людям оформить скидку или же получить промокод через приложение Яндекс.Карты. Ну и, конечно же, вы сможете поделиться своими соцсетями и также ссылкой на ваш сайт. Ну, а теперь мы с вами поэтапно вместе со мной на примере разберем, как же оформить нашу организацию в Яндекс.Бизнес, как же ввести ее на Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. Самое главное, вам понадобится профиль в Яндексе, поэтому, если у вас его еще нет, то обязательно зарегистрируйтесь в Яндекс.ИД. и после этого вы можете переходить в Яндекс.Бизнес и добавить свою компанию. Ссылку на Яндекс.Бизнес я в любом случае оставлю в описании под этим роликом. Вот так он выглядит, вы нажимаете добавить, вам открывается поле, где вас предлагается назвать вашу компанию, то есть вас спрашивают, как она называется, вы вводите название вашей компании, по факту того, как вы вводите название компании, вы получите список похожих мест, которые уже есть в картах, это для того, чтобы вы не тратили кучу времени, если у вас просто открылся новый филиал, да, и вы можете таким образом сэкономить время и не вводить повторяющиеся данные, если это всего лишь дополнительный ваш филиал. Вот с правой стороны видите похожие организации. Вы либо выбираете похожую организацию, если это ваша организация, либо пропускаете, нажимаете продолжить. После этого вам нужно будет рассказать о роде деятельности вашей компании. Здесь вы также начинаете вводить, и сам сервис предложит вам подсказки. Ну, допустим, у меня это кондитерская. И вот мы видим, что нам тут предлагают варианты, да, кондитерская, кондитерские изделия оптом, возможно, я хотела кондиционеры, систему вентиляции и так далее. Ну, я выбираю кондитерскую и выбираю продолжить. И далее поле, где вам необходимо подтвердить, есть ли у вас филиалы, магазин или офис, да, или же у вас просто онлайн-компания. Этот пункт очень важный, потому что его, к сожалению, нельзя редактировать после того, как вы добавите компанию. Поэтому очень внимательно в этом поле мы выбираем. Я выбираю, да, есть. Если я выбираю, да, есть, то в таком случае мы переходим к следующему пункту, где нас просят указать, собственно, адрес, куда мы сможем в дальнейшем объединять наши филиалы в целую сеть. Вводим наш адрес, то есть мы можем здесь вот картой, например, воспользоваться, или же вводим адрес офиса конкретный и нажимаем продолжить. Вот здесь сразу появляется, кстати, метка вашей организации. Нажимаем продолжить. И после этого мы вводим номер телефона, с помощью которого с нами могут связаться наши клиенты. И вводим, естественно, наш сайт или же социальные сети. Если у вас пока нет сайта, то здесь же аналогичная ситуация, как и с Google мой бизнес. Мы в дальнейшем сможем его создать, но об этом мы поговорим чуть позже. Заполняем информацию и нажимаем продолжить. После этого нас вот встречает добро пожаловать. Теперь ваша компания дружит с Яндексом. И нам открывается, собственно, кабинет, в котором мы сейчас с вами будем продолжать заполнять все необходимые нам данные более подробно. Далее нам нужно будет указать основную информацию, юридические данные компании, добавить фотографии. И только после этого мы сможем отправить нашу организацию на модерацию и дождаться ответа. Значит, с левой стороны мы видим поле об организации, данные, переходим в них. И здесь у нас есть три основных блока. Это основные, особенности и реквизиты. В основных мы добавляем логотип. Так, открываем. Также мы выбираем нашу обложку, то есть обложка это фон профиля нашего будет. Опять же до 10 мегабайт, размер PNG, размер 1440 на 360 пикселей. Добавляем обложечку, какую мы хотим. Следующее поле у нас называется «О компании». Здесь мы кратко рассказываем, чем занимается наша компания, чтобы пользователям Яндекса больше о вас узнали. Кратко, это самую основную информацию, потому что здесь у нас есть ограничения, всего лишь на 200 символов. Это чуть меньше, чем в Google мой бизнес, поэтому самое основное, самое важное добавляем сюда. И после этого мы переходим ниже. Мы можем выбрать вид деятельности, то есть кондитерская – это основной наш вид деятельности. Ну, указать мы можем не более трех. Допустим, поищем свадебная кондитерская, допустим, торты на заказ, к примеру. И можем выбрать еще что-то. После этого мы переходим в поле «График работы», где мы можем ввести, например, будни с 9 до 6, да, я работаю, или какое-то свое время указать, выходные 24 на 7, ежедневно, перерыв можем указать, например, и так далее. Можем добавить на определенную дату какую-то, например, там, не знаю, 24 августа мы там работаем круглосуточно, да, или же у нас там выходной, то есть если у вас есть какие-то особые дни, в которых у вас особый график, или же выходной, то вы можете всегда это добавить здесь. В поле «Контакты» вы вставляете свой сайт, перечисляете все мессенджеры, которые у вас есть, там, например, вот «Инстаграм» я вставлю, «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Ютуб», «Одноклассники», «Твиттер», «Вайбер», «Телеграм», здесь номера, естественно, оставляете для связи с вами, ссылки на канал. Далее основной номер телефона, также вы можете добавочные номера телефонов какие-то ввести, оставить свой комментарий, вводите электронную почту, если она у вас есть, то есть перечисляете все способы, по которым с вами можно связаться. Далее вы переходите в блок «Подробные информации», где вы уже указываете название компании и территории, где вы оказываете свои услуги, то есть ваше название, вы можете добавить название на любом другом языке, то есть на английском, на белорусском, на казахском, турецком или же на узбекском языке, проверяете, чтобы адрес ваш был правильно указан, если у вас есть какой-то офис или этаж, вы также его указываете в этом поле, и после этого нажимаете «Сохранить данные». С основным разделом мы закончили, здесь все понятно, и мы переходим дальше в этом же поле «Данные» в раздел «Особенности». Ну, собственно, это раздел, где вы указываете особенности работы вашей компании, вашего заведения. И здесь вы сможете там указать, например, закрыто ли оно для посетителей, имеется ли у вас подарочный сертификат, какие-то акции и так далее. И обращаю ваше внимание, что здесь ваше поле, оно будет зависеть от того, какой вообще тип оказания услуг вы выбрали. То есть я выбрала кондитерскую, соответственно, у меня сейчас здесь будут свои поля. Если же вы выберете, например, «Мастер кондиционеров», то у вас там откроются свои поля, другие, которые связаны с этой тематикой. То есть мы разжимаем, то есть у нас есть, например, в моем случае «Доставка продуктов есть или нет». Выбираете «Бесплатная доставка есть или нет». Какая там начинка тортов можно выбрать? Естественно, если у вас там ремонт кондиционера, у вас такого поля не будет, у вас будет что-то свое. Выбираете себе торты по тематике, кофе с собой, закрыто для посетителей или нет. Можете здесь выбрать диапазон цен, например, на доставку, время выполнения заказа, подарочные сертификаты, способы оплаты. Ну, способы оплаты, кстати, будут вне зависимости от того, какую тему вы выбрали. То есть выбираете там наличными, картой, скидки есть онлайн, допустим. Оплата картой, парковка для инвалидов, доступность входа на инвалидной коляске, самовывоз есть или нет, автоматическая дверь, туалет, печать на тортах, акции, то есть у нас есть скидки, бонусы, спецпредложения, кнопка вызова персонала, доступность и так далее. То есть вы тут, исходя из того, какой у вас тип бизнеса, заполняете максимально все ваши особенности, чтобы они все сразу открывались и люди сразу понимали. И нажимаете сохранить данные. После заполнения этого поля у нас остается еще одно очень важное поле, которое называется реквизиты. И здесь вам нужно будет заполнить ваше юридическое название, юридический адрес и так далее. И после того, как вы их заполните, также нажимаете на кнопочку сохранить данные. После этого мы можем спуститься ниже и перейти в блок фотографии. И здесь мы можем загрузить фотографии. Это опять же наш логотип, нашу обложку, панораму, услуги, доступность, вход, интерьер, товары, меню, экстерьер, еду. Ну это в моем случае опять же, потому что я выбрала, что у меня кондитерская. Если у вас другой вид бизнеса, то вам скорее всего предложат еще другие дополнительные поля, которые вы сможете загрузить. Например, вход в офис или магазин. Как, эти должны быть фотографии, которые показывают, собственно, как попасть в ваш офис или же магазин. Или же там внешний вид офиса, где вы должны будете показать на фотографии вашу вывеску, к примеру. Например, я, допустим, загружу интерьерчик какой-нибудь. Так, вы будете загружать, естественно, свое. Меню можете загрузить, если у вас кафе опять же. Так, еду, например. Вход. Так, услуги, панораму. Вот видите, мне говорит, что мало фото, нужно добавить еще сколько. Ой, это еда. Ладно. Так, интерьер. И вы всегда можете удалить фотографии, если вам кажется, что вы загрузили что-то не то. То есть вам здесь все будет подсказывать. Если оно говорит о том, что мало фото, оно будет вам говорить, что фотографий мало. И все эти фотографии вы можете в любой момент войти в это поле и добавить или что-то изменить. Также вы можете здесь нажать на кнопочку изменить порядок и сделать то, в каком порядке вам хочется. Естественно, перед тем, как вы будете добавлять фотографии, я рекомендую вам ознакомиться с правилами добавления фотографий, потому что нужно загружать, естественно, четкие фотографии, чтобы они ничего не запрещали, то есть чтобы они не дублировали уже существующие фото на Google картах, чтобы на них была четкая надпись, например, видна, чтобы оно ничего не закрывало. Нельзя загружать фотографии, естественно, какого-то эротического плана и так далее. То есть там очень много всевозможных правил. Также там можно ознакомиться по размерам, сколько должна весить фотография, как она должна выглядеть. Поэтому обязательно ознакомьтесь, прежде чем добавлять. Ну и вот, например, такой важный момент, что без снимок здания или вход в офис организация не пройдет модерацию, поэтому обязательно позаботьтесь об этом заранее, чтобы у вас было качественное фото входа в ваш офис заведения. После того, как мы с вами загрузили наши фотографии, мы можем перейти к полю публикации. В публикациях вы рассказываете о своих событиях, акциях, новостях для вашей аудитории и она, эта новость появится в профиле организации в Яндексе и на карте. Например, я хочу рассказать о какой-то скидке, да, там, я делаю скидкой 50% на вишневый пирог по воскресеньям. И также я могу добавить фотографию. Выбираю и добавляем. Вот так выглядит наша новость и мы выбираем, нажимаем кнопочку создать. Публикация успешно сохранена, поэтому в этом и выглядит она вот так. После того, даже как вы ее сохранили, вы можете нажать вот здесь вот для того, чтобы ее отредактировать или же на значок корзины для того, чтобы удалить. Следующее поле после публикации у нас называется отзывы и оценки. Естественно, это наша обратная связь между нашими клиентами, которая появляется на Яндекс.Картах, также на поиске Яндекса и в сервисе Яндекс.Недвижимость. Любой пользователь может оставить комментарий к вашей любой публикации, оставить отзыв, удалить свои отзывы или же отредактировать свой отзыв, либо прокомментировать любой из уже существующих отзывов. Ну, а представитель организации может, естественно, отвечать на отзывы, удалять и редактировать свои собственные ответы на отзывы. Если же вам кажется, что какой-то отзыв, он не является правдивым или же оскорбляющим, да, то вы можете всегда пожаловаться на некорректный комментарий. Естественно, мы с вами создали сейчас только нашу организацию, которая находится на модерации, поэтому у нас еще нет никаких отзывов и оценок. То есть, если же компания работает, то это выглядит вот так. То есть, у нас есть поле отзывов, здесь мы видим, можем их почитать, и мы можем оставить комментарий на любой отзыв, да, есть какие-то вот такие поля, там, спасибо за оценку, спасибо за приятный отклик, благодарим за ваш отзыв и так далее. Здесь вот есть функция пожаловаться или же отметить как просмотренное. Из собранных оценок и отзывов естественно формируется рейтинг вашей организации, поэтому я рекомендую вам не просто отслеживать отзывы, да, просматривать их, но и отвечать на каждый из них. Неважно позитивный он, негативный он, или же вам задали какой-то вопрос, старайтесь всегда максимуму давать развернутый ответ, тем самым вы покажете своей аудитории, что вы ее видите, слышите, общаетесь с ней и всегда готовы прийти на помощь. Далее у нас идет с вами поле, это товары и услуги, вы можете добавить карточки организации, список ваших товаров или же услуг, это в свою очередь поможет подключить например такой сервис как Яндекс.Еда и соответственно пользователи из карт смогут заказывать доставку какого-либо блюда с вашего там кафе или ресторана, здесь вы можете загрузить прайс-лист с помощью файла, да, либо же скачать шаблон, если же вы не хотите делать это вы можете добавить новый товар вручную здесь у нас открывается поле где мы добавляем фотографию прописываем название цену категорию описание можем поставить галочку популярный этот товар но не более чем на 10 товаров или же нет в наличии то есть такой товар он не будет показываться пользователем допустим у вас сейчас его нет в наличии поэтому с помощью этой галочки эта проблема легко решается и здесь я где-то вам сейчас вставлю фотографию того как может выглядеть меню кафе например раздел продукт цена вес и описание промо материалы здесь мы можем распечатать макет визитки организации пирамидки брошюрки и QR коды это поможет нам собрать оценки и отзывы в ресторанах в офисе в торговых центрах и так далее вам достаточно просто зайти скачать макет распечатать его и повесить его на видном месте в офисе скажем так и далее после того как ваш клиент воспользовался вашими услугами вы можете попросить его отсканировать QR-код и оставить отзыв о вашей организации также есть еще функция бейдж с рейтингом организации на сайт вы можете его установить на своем сайте он показывает рейтинг организации в реальном времени прямо на вашем сайте после того как пользователь нажмет на бейдж он перейдет на профиль вашей организации где сможет поставить оценку и также оставить отзыв поэтому не пренебрегайте этим полем обязательно им воспользуйтесь потому что оценки отзывы как вы видите они очень важны для нашего рейтинга следующее поле это карты на сайт то есть карты с контактами конечно же поможет вашим клиентам быстрее найти вашу организацию и понять как до вас добраться вы здесь можете скопировать ссылку код для вставки на ваш сайт можете посмотреть изменить неточности как добраться переходите с помощью конструктора карт собственно вот он и вы можете здесь сделать откуда куда проложить адрес в конструкторе сможете добавить метки какие-то линии пробки то есть сделать по максимуму удобную карту для вашего потенциального клиента когда вы что-то меняете заполняете добавляете редактируете все это автоматически улетает на модерацию и в этом поле изменения вы можете посмотреть что же сейчас находится на модерации то есть у нас сейчас на модерации услуги добавление сайта адрес электронной почты то есть в нашем случае сейчас на модерации абсолютно все потому что мы заполняли с нуля если же у вас уже работает организация что-то заполнено и вы там какие-то два пункта решили изменить то вы всегда можете посмотреть какой сейчас у них статус приняты изменения или же они еще рассматриваются если у вас нет своего еще сайта то в яндекс бизнесе вы можете создать одностраничник из тех данных которые вы заполнили в организации то есть точно так же как в google мой бизнес для этого мы переходим в поле сайт нам открывается новое окошечко мы можем посмотреть как выглядит наш сайт как он выглядит на телефоне например на планшете ну и собственно на пк и здесь мы можем нажать редактировать и мы здесь можем поменять там внешний вид например темную или светлую тему выбрать основной цвет какой у нас там будет зелененький там или желтый синий красный допустим зеленый нажимаем сохранить содержание также мы можем здесь поменять заголовок то есть переименовать нашу организацию описание добавить опять же выбрать галочку показывать обложку показывать логотип загрузить их загружаем логотип загружаем обложку проставить галочки например которые нам не нужны которые мы хотим скрыть или же оставить добавить особенности контактные данные электронную почту социальные сети общие настройки можем перейти посмотреть что у нас здесь самое основное изменить адрес сайта можем на какой-то более лаконичный более красивый и после всех этих манипуляций естественно не забываем нажать на кнопочку сохранить и после этого всегда можем вернуться да и посмотреть вот уже у нас подгрузилась обложка подгрузился логотип кнопка поменялась на зеленую с желтой и мы можем посмотреть как все это выглядит нравится нам это или нет здесь же можно изменить форму заявки в настройках то есть мы можем включить форму заявки или нет так выбрать здесь как она будет выглядеть например заказать или там забронировать столик ссылку на форму связи и так далее ну и естественно если ваша организация уже работает вам нужно отслеживать свою эффективность и это сделать можно в поле статистика где у нас есть на картах геовизор рейтинг компаний и основная в основной будут собраны диаграммы с данными которые можно отразить понедельно или же помесячно это аудитория просмотры профиля клики на кнопки построить маршрут позвонить или же перейти на сайт на картах собственно у нас здесь собирается статистика за 30 дней в радиусе 5 километров берется она из яндекс карт здесь у нас есть запросы по рубрикам по конкурентам прямые переходы discovery переходы здесь вы найдете также диаграммы вот если мы пройдем вниз мы увидим наших конкурентов за неделю кому приходят клиенты посмотрим это в процентах как бы и после этого мы можем спуститься вниз выбрать переход в карточку организации за месяц квартал или год либо же указать свой собственный период здесь также есть группировка по дням либо же по неделям все эти диаграммы сравнивают метрики которые мы выше рассматривали то есть вот мы можем нажать на кнопочку discovery либо же прямые переходы оставить только посмотреть увидеть действия в карточках также выбираем нужный нам период времени смотрим какие у нас были переходы на сайт то есть например 21 июля у нас был один переход на сайт ну а в геовизоре мы можем увидеть уже действия пользователей по каким запросам они к вам переходили на вашу карточку то есть например искал на картах с телефона пройти курс обучения бесплатно протестирую это было 24 июля то есть здесь можно увидеть уже более подробную статистику и уже делать какие-то выводы определенные ну и естественно здесь есть возможность рекламы как и во всех сервисах яндекса появилось это достаточно недавно кнопка называется продвижение вы нажимаете на нее и у нас здесь есть рекламные кампании которые вы уже создавали например если вы работали с ними или же вы можете выбрать создать новую рекламная подписка от яндекс бизнес она автоматически создаст и настроит объявления запустит рекламу сразу на нескольких площадках чтобы вы не тратили время на сложные настройки а здесь вы можете выбрать что вы хотите рекламировать организацию с адресом например или сайт на яндекс бизнесе то есть если вы у вас нет сайта то вы можете взять готовый без сложной настройки то есть создастся сайт как я вам уже показывала исходя из тех данных которые вы ввели в организации и вы сможете ее рекламировать либо же например организация с сайта вы можете выбрать рекламировать организацию к примеру после этого у вас будет два варианта вы хотите рекламную подписку или же приоритетное размещение в картах и навигаторе здесь вы можете почитать в чем отличие то есть например организация получит зеленую метку на картах навигатора и яндекс картах если вы выберете приоритетное размещение и так далее и естественно собственно здесь есть цена сколько стоит рекламная подписка от 4-500 рублей в месяц либо же приоритетное размещение от 2-200 рублей в месяц выбираете что вы хотите подключить и после этого вас перекинет на поле где вы сможете почитать больше о своих рекламных материалах то есть об оплате здесь вы можете выбрать срок какой вам подходит итог увидите и также вот здесь рекламные материалы которые вы можете добавить акции кнопки витрины и так далее вы все это заполняете здесь также можете потом просмотреть свою статистику историю или же перейти в настройки то есть она на самом деле достаточно легка и просто в использовании и так сегодня мы с вами рассмотрели два сервиса это яндекс карты и яндекс бизнес выяснили как заполнить карточку организации как ее добавить и правильно оформить учтите что при заполнении яндекс бизнес вы появляетесь не только на яндекс картах но и на других сервисах яндекса поэтому если вы еще не используете яндекс бизнес обязательно регистрируйте карточку организации не пустите шанс воспользоваться дополнительным инструментом для привлечения целевого трафика обязательно следите за тем чтобы вы добавляли максимальное количество информации о ваших товарах услугах сайтах в карточке организации так же чтобы информация вся была актуальна корректна обязательно просматривайте ее редактируйте если она требуется в редакции конечно же уделяйте внимание фотографиям это очень важно подбирайте качественные фотографии красивые фотографии которые привлекают внимание и дают полную информацию о вашей организации о вашей компании конечно же работайте с отзывами отвечайте на отзывы отвечайте на вопросы пользователей отслеживайте отзывы потому что из них состоит рейтинг вашей организации ну и конечно же попробуйте запустить рекламу в яндекс бизнес для того чтобы получать первые места в рубриках и получать горячие запросы если вам интересна тема именно реклама в яндекс бизнеса обязательно напишите мне об этом в комментариях и я сниму на эту тему отдельное видео ну а вам спасибо за просмотр не забывайте подписываться на наши социальные сети вступать в нашу телеграм-группу ну и конечно же задавать вопросы и оставлять комментарии до новых встреч и хороших вам продаж субтитры